Признаться, для меня было откровением узнать, что Айварс Высоцких до сих пор выступает. Но старые добрые связи ведь надо поддерживать. Несколько лет мы с ним не виделись, а вот почему встреча в клубе Фитспот, что на улице Элла и Асвриги, была без преувеличения долгожданной. И, как я мог убедиться лишний раз, годы не властны над этим мастером бодибилдинга. В этом году победителя самых престижных соревнований по культуризму исполнится 66. И до сих пор не мы свою жизнь без зала. Если бы я вышел из зала, тогда прямо в крематоре. Так что это моя жизнь, без этого я уже не могу. Вроде как-то собирался уходить, травмы все-таки, но без этого никак нельзя. Хоть там хромой, кривой, но вперед только. Можно ли это назвать такой зависимостью своеобразной? Да, 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 без этого уже нельзя. Да, там два-три дня не сходил в тренировку, ну, когда отдыхаешь, можно отдыхать. Уже тянется на тренировку, но надо себе заставить, чтобы там чуть-чуть тело отдохнуло. Так что, конечно, зависимостью. Конечно, хотелось при случае еще раз вспомнить самое знаковое выступление Айверса Высоскиса, когда он становился победителем или призером чемпионатов мира и Европы, когда он успешно выступал на самых престижных турнирах, таких как Мистер Юниверс, Мастерс Олимпия или Арнольд Классик. Про десятки титулов в Латвии и Балтии я уже не говорю. В восьмом я выиграл Европу по ИФБ, и в девятом я стал чемпионом мира, правда, Наби, и Мистер Юниверс выиграл там. Там через год опять один, то есть в десятом году я опять на мире занял второе место, и на Юниверсе занял второе место там. Так что я думаю, что вот этот восьмой, девятый, десятый год это такой самый пик все-таки. Самый, я думаю, самый пик там. Потом я потом еще поехал в Юниверс, там мне, ну, говорит, засудили, то там пятый остался, я уже не помню этих кубков там. Так что, а так в Америку поехать это было вообще 22, 23 года уже почти назад ехать туда, когда там практически никто из соцблока, и там появился какой-то там из Латвии, там непонятно то. Я приезжал и говорю, что я был там, и первый раз я занял седьмое место, мне никто не верил. Думали, что я прикидываюсь, там рассказываю какие глупости, хвалю себя. Жалко, что фотки осталось очень мало, потому что тогда были эти мельницы, это не как сейчас там. Вышел, шаг сделал, сфотографировался, отошел, сделал, уже информация пошла там. А там все-таки, мне сохранились эти пленки старые, эти кассеты там. Ну да, там было интересно, что там приехал, ты врут открыт, когда увидел, там ты раздеваешься в одной раздевалке с суперзвездами, ты читаешь три раза свои фамилии, может перепутали фамилию там. Я знал эту историю, слышал ее неоднократно, но все равно не отказал себе в удовольствии попросить пересказать ее еще раз. О встрече с Арнольдом Шварценеггером. Была там вообще целая история, к нему попасть там, я первый раз в жизни видел, как мегапопулярен человек. Это вообще там, это не два-три телохранителя, там идет так, как гуськом там охранять, то толпа толкает и то-то-то, как и хочет там сфотографироваться, кричит там арни, арни, арни там. Мне довелось с третьего раза, я как-то подал руку там, зажимаем, смотрим в глаза там, пожать руку это одно, а другое, чтобы фиксировали фактом. И я так повернулся, еще где моя жена с фотоаппаратом, а там где-то 100-200 фотоаппаратом, и увидел ее, а она так туда-сюда все толкается, кричит, то-то-то-то-то-то-то. Ну, она там шелкала, что и как, ну, что-то получилось, но лица не было. Была моя рука и ее рука с этим крестом там, этот, черепом там, и... Ну, было той же лица, но как-то вообще, ну, самое лучшее, как рука. А потом я смотрю, какая у меня уже третья рука со стороны, это, наверное, телохранитель, который держит мою руку там, мало ли что. И мне понравилось то, ну, кто я, ну, никто там. А он, понимая, что я ищу, задержался там, ну, я не знаю, 4-5 секунд там. Не вырвал или руку не пошел, я так понял. Я посмотрел, еще раз посмотрел, мы держим. Он понял, что надо еще там поддерживать. Ну, это мне так понравилось. В чем еще уникальность карьеры Айварса Высоскиса? В это трудно поверить, но он выступает в режиме нон-стоп на протяжении 41 сезона. И ни один из них он не пропустил. В мире второго такого атлета вы не найдете. Даже во время пандемии, чтобы не прерывать эту цепочку, он искал возможности выйти на сцену, например, в итальянском городке Сапри. Так что строить планы на будущее для него это нормально. Конечно, хочу в Латвию выступить, в Литву съездить, там очень хорошо принимать, там вообще отличная Литвия, там давние традиции и так далее, и так далее. Наверное, съезжу в Турцию, Стамбул, июнь, там чемпионат мира, ну, там я буду выступать плюс 60. И потом еще раз, наверное, поеду в Сапри, где я буду выступать 65 плюс, и там Европа, и Юниверс. В разговоре с бодибилдерами дежурным является вопрос о питании атлетов. Неужели вареная курица и рис Айверсу Высоцкису на седьмом десятке лет так и не надоели? Если я еду куда-то, мне там с собой риса есть, там и протеин, ну, курицу я с собой реже беру, да, но рис мне практически всегда с собой, ну, мало где, особенно, когда уже готовишься последние три месяца, это на сто процентов, я вообще никуда не еду кушать, только дома. Все желательно и лучше отварное, это самое-самое лучшее. Если даже варишь это филе грудиной, семь минут, потому что чересчур она становится как кокеда, и там ничего нет там. А я, ну, я, жена беру, она делает еще такой... Надрезает. Надрезает, и семь минут варит, она уже не сырая, а уже не совсем там, и берешь, она такая, сольная. И так, ну, вкусно идет там, и все минеральные вещества остаются там. На новогоднем столе что у тебя было? Нет, ну, я вот курицу ем, и яичные белки, там, лососи, но тоже, можно лососи иногда, иногда бы нож, но мелких там, это хорошие жиры, там, авокадо, там, ну, зелень можно кушать вот так. В принципе, с айбросом и соскисом так никто сравниться в Латвии и не смог. Человек повидал мир, себя показал, а коллекция его трофеев за эти десятилетия, ну, очень разрослась. Культуризм – это искусство строения тела, в чем мой собеседник явно преуспел. Даже под его одеждой проглядывался рельеф, которому наверняка могут позавидовать молодые. На пляже до сих пор обращают на тебя внимание все-таки? В принципе, да. Дело в том, что толком не знают, сколько мне лет, то ли там, ну, не знаю, 45-55, и, ну, я допускаю, что не думают, что мне 65. Ну, иногда бывает, что я с внуками тоже хожу на море там, и когда моя внучка кричит «Опи-Опи», а ей 24 года, все ищут этого описка. Потом смотрят, то ли она прикалывается, то ли мы шутим. Это есть, так есть. Ну, а мне это приятно. Сегодня Айверса Высоцкиса, впрочем, как и всегда, каждый день можно встретить в зале. Он не только готовится к соревнованиям, но и консультирует. Хочу сказать всем, я говорю, я не как тренер, скорее всего, как консультант. Тренер – это должен быть как отец, это как бог, ты должен там вообще, если твой воспитанник не может съесть, ты должен достать деньги, дать, да-да-да-да. А так считается тренер, если у него какие-то неприятности, то-то, ну, я ничего не знаю, заплатил мне все, да-да-да. И поэтому я стараюсь говорить, что я не тренер, а консультант, помощник. Я и консультирую, пишу программки, там, и работаю. Не так, как раньше, все-таки устаю. Ну, если ты утром сделал тренировки, да, и там два клиента, это еще терпимо, а если три, тяжеловато. Вы же сами начинаешь себя обманывать. Или тогда деньги, или спорт. Ну, пока я за идею. Эх, кто же не хочет выглядеть, как Айварс Высоцкис. На выходе из клуба для осуществления такой мечты есть одна опция. Вот так, ближе, 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 так, чтобы зашло, чтобы нормально там. О, о, о.